Продлилось ровно час. 3 декабря в 12 часов дня президент страны Владимир Путин обратился к Федеральному собранию. В Георгиевский зал Кремля были приглашены около тысячи человек из числа членов Совета Федерации и правительства, депутатов и представителей различных экономических, надзорных и общественных ведомств. Речь президента началась с оценки политической ситуации в мире и касалась развития России на фоне военной операции в Сирии и осложнившихся отношений с Турцией. Какие задачи поставил президент перед собравшимися, расскажем в обзорном материале нашей программы. Через пять лет Россия должна выйти на полное самообеспечение продуктами питания. Оснащение внутреннего рынка страны отечественным продовольствием должно стать задачей национального уровня. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. По словам президента, Россия может стать крупнейшим мировым поставщиком экологичных здоровых продуктов питания. Еще 10 лет назад половина продовольствия поставлялась из-за рубежа. Теперь страна среди экспортеров. А у недобросовестных сельхозпредпринимателей президент предлагает изымать земли. Такое нововведение должно быть принято на законодательном уровне, уверен Путин. Разработка этого проекта поручена заняться депутатам Государственной Думы. Закон должен быть утвержден уже в осеннюю сессию 2016 года. Такая жесткая мера должна подстегнуть предпринимателей вводить в оборот пашни, которые ранее не были использованы, но числились как сельскохозяйственные. В ходе обращения к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что для улучшения демографической ситуации в стране необходимо продлить действия программы материнского капитала. Минимальным сроком президент назвал два года. Напомним, программа материнского капитала действует в стране с 29 декабря 2006 года и должна была закончиться в 2016 году. Стимулирующими выплатами смогли воспользоваться более 6,5 миллионов российских семей, воспитывающих двух и более детей, в том числе в Крыму и Севастополе. В 2016 году сумма выплат с учетом индексации составит 475 тысяч рублей.